ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Оставалось незамеченным. Два года назад Михаил Александрович начал делать разнообразные фигуры животных, насекомых, создавать искусственные цветы и деревья. С чего началось все это дело? Ну, началось как спонтанно, просто... В одном месте я увидел клумбы. Ну, посмотрел так. Ну, сделан топор на работу, конечно. Вот. Но я думал, почему не попробовать? Клоумбы потом начал я свои разработки делать. И в основном видел я в интернете. Я раньше не увлекался интернетом. Сейчас просто я смотрю так, ну... Интересно, кто чем занимается. Вот. А так я все сам проектирую, сам разрабатываю. И уже, как говорится, я хотел продукт. Как аппетит приходит во время еды, так и вдохновение приходит к нашему участнику во время работы. Вот. Задумка сделаешь себе. Можно ли это сделать, допустим, из резинок. Как вот это будет? Потом раз, прикинул, и это все. Получается. Какой из работ вы гордитесь? Ну, в основном павлин. Я видел просто деревянное, это деревянное зодчество, книга. Вот. Там, значит, из таких планочек деревянные сделан фигурно-резной. Вот. Ну и цвета покрашены. Но я подумал, почему не сделать из пластиковых бутылок? Их в достатке везде что-то. Вот. Ну и попробовал, все разработал, получилось. Я вижу змею, это как вообще? Откуда вообще-то пошло, значит, змею делать? Ну, просто попробовал, я делал змеи, кобры делал. Вот. Потом начал заказчик одолевать. И это сделал, и это сделал. У меня сколько их уже висело, сколько перебрали. Штук 30, наверное. Из Подмосковья приезжали, вот с Астрахани, кто в гости приезжает, обязательно едут, сфотографируют. И вот сделай, сделай, вот им делай, что. А откуда берется материал? Ну, резины я, в нашем монтажках мне уже там признали. Сначала не догали, потом все. Уже это, Михаил, бери-бери. Ну, а так, эти бутылки пластиковые, вот я собираю. Пропят бутылки тоже, дело не идут. Одно из своих творчеств он создал для своей внучки. Маша Медведь, вот она все время тут прибежит, ей два годика. Вот тут она играется постоянно. Учеников, как таковых, у Михаила Рогожина нету. Но бывают такие люди, которые просят чертежи или рисунки, по которым те смогли бы создать что-нибудь подобное. И вот, что из этого получается. Я одного рисовал, значит, он на монтажку поехал, он ему говорит, если мне нарисуешь, вот что ты делаешь, я беру там сейчас резинку, сколько хочешь, бери. Ему нарисовал. Приезжаю, меня через три заехали просто поинтересоваться. Он мне все в клочке изрезал, ничего у него не получилось. Вот. Я говорю, просто надо руки и злова, фантазы, конечно. Есть ли какие-нибудь идеи на будущее? Ну, на будущее есть, конечно, идеи. Ну, вот колесико, вот те, которые стоят, вот, это фасад ограды, вот, кругом. На всю награды буду навешивать. Ну, ромашки, весельки там, вот, ну, выдаем, вот, само собой, и вот стену березняк нарисовать. Там беседочку хотелось сделать, что под черемухой. Познавая природу, окружающий его мир, человек также познавал себя. Прежде чем мы ушли от Михаила Рогожина, он нам показал вот эту вот книгу под названием «Время расправить крылья». Эта книга – одна из гордостей нашего участника. В 1994 году он принимал участие в иллюстрировании ее страниц. На сегодня все. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова